Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня 25 мая, нашим щенкам 87 день. У меня в руках пивунья. И это не зря, ведь сегодня выпуск посвящен этой малышке. Мы хотим, наверное, рассказать, кто ее купил, когда она уедет от нас, и вообще, как все происходило. А все началось с того, что мы получили сообщение на YouTube. YouTube его не пропустил, оно попало на проверку. Но мы все же связались с Ольгой, так зовут будущую хозяйку пивуни, и созвонились вечером. На наш взгляд, женщина очень порядочная. Во-первых, она взрослая, на пенсии. Во-вторых, она принимает взвешенное решение. Мы очень долго общались, и мы четко понимали, что у Ольги явный интерес к пивуни. Да, она сказала, что с первых дней она ее любит, только о ней думает. Опыт у нее с выращиванием собак тоже имеет. У нее был собак по руду Афган. Думаем, здесь вообще проблем не будет, маленьких детей нету, хотя она всю жизнь занималась детьми, поэтому очень добрый, внимательный человек. Мы уже стали ей советовать, что, может быть, вам посмотреть у себя в городе, потому что живет она далеко от нас, и наверняка у вас есть заводчики и питомники. Но она сказала, что не рассматривает, потому что вот она влюбилась в пивуни и считает ее уже родной. Думаю только о ней, и транспорты, и расходы меня не пугают. А живет Ольга в городе Севастополь, это Крым. Пообщавшись с Ольгой, мы решили взять паузу один день на размышления, и ей в то же время дали паузу, потому что, ну, как бы там сумма транспортной плюс стоимость щенка, в общем, она тоже должна была подумать. Мы договорились, что мы свяжемся через день. Мы, конечно же, в течение этого дня мониторили способы доставки щенка, то есть мы рассматривали авто, ЖД и авиадоставки. Но дело в том, что наша работа не позволяет отлучиться на длительное время, и поэтому мы остановились на авиаперелете. Это, получается, Кемерово-Москва, Москва-Симферополь и Симферополь-Севастополь на автобусе. Пока мы разговаривали с Ольгой, ну, наверное, минут 10-15 мы точно пообщались, и потом вышли в комнату, смотрим, а наша пивунька сидит и икает. Вот можете посмотреть видео, мы специально сняли на телефон. Да, мы прям это засняли, я говорю, ну, слушай, ну, хозяйка ее, наверное, прям так вспоминает, что бедолажка заикала. Вот сейчас с вами по телефону поговорили, так она икать стала. Вы теперь о ней думаете, наверное, а вот она, кто, говорит, меня вспоминает. Мы взвешили все «за» и «против», конечно, серьезно подходили к этому вопросу и приняли такое решение. Почему бы нам вместе не отправиться и заодно снять все это путешествие, показать вам, как перевозить щенка с пункта А в пункт Б, да, так скажем, как щенок перенесет дорогу, какие справки, какие документы нужны, где что посмотрели, где что нас проверили, в общем, все подробненько хотим рассказать. Мы, опять же, понимали, что эта дорога дальняя и все, что, так скажем, выручим мы за этого щенка, это все уйдет на вот это наше маленькое путешествие. Ну, мы готовы к этому, мы готовы отдать щенка в эти добрые руки заботливые. Мы вам покажем, в общем, где она будет жить, в каких условиях, где будет гулять. И в то же время мы еще так подумали, что в сентябре Пиву не уезжает, это уже будет подрощенный щенок, он будет уже очень сильно привязан к нам. И, возможно, ей будет проще адаптироваться, если несколько дней мы поживем там с ними, она привыкнет к новому месту жительства, к новой хозяйке. И мы вроде как просто исчезли, так скажем, уехали домой, а она осталась жить уже в привычной ей обстановке. В принципе, мы думаем, что только на благо это все пойдет. Но все-таки наш сериал продолжается, и мы оставили небольшой секрет. Дело в том, что у нашей Пивуни получается тройное имя. Первая – это кличка Пивуни, которым прозвали с самого рождения. Вторая – Юми по паспорту, да? А как ее будет звать хозяйка, вы узнаете в следующем видео. Так что все самое интересное впереди. Продолжайте смотреть наш сериал. На этом мы с вами прощаемся. Всего всем самого доброго. Всех благ вам, здоровья. Увидимся завтра с вами. Пока-пока. Пока-пока.